Добрый день, я Таня Давыдова, понятный психолог. И сейчас вы увидите один из вебинаров, который я проводила. Это будет некоторое такое жировое общение. И было порядка 55 встреч, порядка 2000 участников. Каждый раз приходили люди, и категория обычно это от 20 до 55 лет. Я в каждом вебинаре в этом постаралась вложить самое ценное, самое главное. Про отношения есть часть вебинаров, есть про успех, про личную эффективность, про любовь к себе, про то, как понять себя, как найти собственный путь. И каждый через это видео может найти что-то для себя. Если эта тема отозвалась у вас, тема вебинара, то предлагаю вам досмотреть до конца. Я верю, что вы найдете что-то очень полезное в том, что я говорю, в тех примерах, которые я привожу. Ваши вопросы, комментарии, которые будут возникать по походу этого видео, пишите, пожалуйста, под ним, и я с радостью отвечу. Я сегодня, видите, в такой одежде, у меня такая черная майка и пиджак розовый. И вот эта тема, кризис в отношениях, я так символично оделась, потому что люди к этому относятся по-разному, к кризисам относятся по-разному. Однако у меня есть отношения позитивные, поэтому я так оделась, что из темного, из непонятного, из чего-то такого для нас иногда страшного, может родиться не нечто новое, нечто для нас очень даже нужное. Поэтому, собственно говоря, я сегодня вот так одета. Пару слов расскажу про себя. Есть люди, которые меня представляют речно, знают, а из которых не знают. Расскажу про себя в ключе, собственно говоря, отношений и в ключе кризиса. В психологию я пошла, еще будучи в школе, и пошла, собственно говоря, потому что мне было важно разобраться и понять, чем люди, которые счастливы, отличаются от тех, которые не очень счастливы и бегают по какому-то замкнутому кругу. Мне был практически очень интерес, поскольку трудная такая была обстановка в семье, и мне было важно понять вот этот рецепт счастья и понять, как же выйти из кризиса и как вообще можно так организовать свою жизнь и как вообще надо относиться к жизни для того, чтобы процветать и подниматься по лестнице. Я пошла, значит, учиться и вот отучилась на психфаке, потом долго училась у разных коучей и у разных специалистов. И в данный момент я попрактикующий коуч, в основном работаю с женщинами. И если говорить про меня, про мою, как раз мой опыт в отношениях, я сегодня как раз пыталась посчитать, и получилось так, что я вот официально и, ну, когда так вот со штампом в паспорте, я замужем 14 лет, а вместе мы с моим мужем 21 год. И какое количество кризисов и какое количество, ну, представляете, 21 год, да, вот мы с ним общаемся, дружили сначала, да, вот 21 год – это как целая жизнь такая. И поэтому я, наверное, специалист по кризисам, потому что, конечно же, за 21 год было разное, да, и как раз я очень так отношусь к кризисам, что это прекрасная возможность как раз пересмотреть собственную жизнь и увидеть, куда ты хочешь идти и поподняться. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить о вашем отношении к кризису и о том, каким образом к нему относиться в отношениях, да, и для того, чтобы, да, были силой с оптимизмом вообще что-либо менять. Потому что понятно, что если кризис возник, то старые действия, старые привычки или тот уклад жизни, который у вас был до этого, он перестает работать, да, и надо делать нечто новое. И кризис, собственно говоря, он нам сообщает о том, что то, что было раньше, не работает, да. Поэтому сегодня мы с вами будем, встреча наша будет о том, как нам понять, в кризисе мы или нет, и как нам отнестись к этому, да, как нам внутри себя настроить на это, да, потому что с этого начинается все. Мы не будем говорить сегодня, как конкретно выходить, потому что, ну, на этого не хватит, и там, наша одной встречи новой, да, но сегодня мы именно поговорим про отношения к кризису. Кризис. Есть ли он и как он проявляется? Вот вы знаете, ко мне, конечно, как коучу люди в основном приходят в ситуации, когда, ну, так, уже достаточно трудные, да, то есть они ощущают, что уже как-то, как-то, значит, что-то не очень так. Так, давайте сейчас с вами вот обратимся к нашему опыту, да, к вашему опыту. У нас вот такие практически, да, с вами встречи. Есть ли кризис в отношениях? Вот те отношения, которые у вас сейчас, или давайте так, да, вот отношения, которые у вас были, которые есть. И вспомните, пожалуйста, кризисные какие-то периоды в вашей жизни, да. Как вы узнаете лично, что вот сейчас, наверное, это кризис в отношениях? По каким индикаторам? Как он проявляется у вас? Мало говорим. Люди перестают говорить. Так. Нет понимания и поддержки. Меняется настроение. Ну, видимо, как-то, да, вот ухудшается, да, то есть такое. А вот у меня, например, знаете, я пыталась так вот сегодня тоже думать об этом, и не о чем говорить, не интересны друг другу. Если посмотреть на нашу, как это самое, на мою картинку, да, это как бы люди, каждый в своем мире в таком, да. Как бы они вроде в шарике, каждый в своей капсулке и не вместе. Претензии есть, а притяжения нет. Есть претензии, есть что-то, что не устраивает, да, есть какие-то пунктики, которые бесят, по поводу которых есть грусть, печаль. Вот у всех по-разному. Какие-то люди вот обижаются, какие-то люди слятся, да. Да, вот есть какие-то ты-ты-ты-ты-ты, тут-то не так, там не так. Ну, то есть есть какой-то перечень чего-то по поводу чего у меня есть раздражение, да. И одновременно с этим притяжение может не быть, как к личности, то есть неинтересен. Физически, да, как бы нету вот интереса к сексу, например, да. Еще как-то, да, то есть проходит интерес и растут претензии. Точно наоборот, когда период влюбленности, да, и вот ухаживания, там есть интерес и нету претензий, да. Заметьте, просто переворачивается керакнида вот так вот. И получается, что мы в тот период интересуемся, увлечены и ничего не требуем особенно. А тут у нас наоборот происходит, что мы, у нас копится раздражение и отсутствует, ну, уменьшается у кого-то, да, вовлечение. Вот вы знаете, кризисы, да, можно как бы так их разбить. Вот если мы говорим о семейных отношениях, это абсолютно не значит, что люди там именно поженились, да. Все-таки мы, наверное, берем, когда люди стали жить вместе, да. Вот это вот зарождение семьи, это когда люди начинают вместе жить. И понятно, что как бы это очень вот условная такая классификация, да. И она именно связана с такими как бы, ну, с новыми обстоятельствами, которые вот у людей возникают. Это вот первый год или вообще вот этот первый год трудный, да, очень сильно, когда люди начинают притираться друг к другу, когда их представления сталкиваются с реальностью, да, что они что-то ожидали от партнера, они это получают либо нет, они думали отдавать партнеру или получать у партнера, да. Да, как бы здесь люди сталкиваются с реальностью, и первый год жизни, да, его такая основная задача – это притирание. Это тоже кризис, когда, собственно говоря, то есть любой кризис – это когда возникает энное новое вводное, к которой люди не очень готовы, и им приходится что-то с собой делать для того, чтобы перейти на новый уровень. 3-5 лет – это рождение детей, это когда возникает новый член семьи, а то и не один, и то они были двое, а теперь их трое, и надо эту систему как-то по-новому организовывать. Я, знаете, тут подумала сегодня, что особенно сложно, наверное, да, когда вдруг люди начинают жить вместе из-за беременности, и получается, что вот эти два кризиса, они сливаются в один. То есть начинается зарождение семьи, притирание и одновременно рождение детей. И это, конечно, очень сильное испытание. А если детей нет? Понятно, что это очень такая, как бы, вот история приблизительная. Вообще, надо сказать, что кризис происходит каждые 3-7 лет, вне зависимости от того, возникают дети или нет. Смотрим дальше. Седьмой год. Может быть такого, что детей у вас не возникло, да? Вы можете перескочить этот кризис, и возникает седьмой год, он у вас может быть на третий год, да? Если там новых никаких не нету. Есть рутин. Это когда мы притерлись. Притерлись мы. Наша жизнь как-то вошла в колею, и эта колея стала однообразной, да? И нам это стало как-то ровно, неинтересно. И тут начинается пелёшка такая, что когда у людей были завышены какие-то вот ожидания, вот они начинают говорить, что вообще-то я думал, что это будет. Ты вообще-то должен мне ты-ты-ты-ты-ты. А он говорит, а ты вообще-то мне должна ты-ты-ты-ты-ты. Они это могут обсуждать или думать. Да, но это вот такая вот рутина, когда люди начинают переводить стрелки на то, что от партнёра что-то мы не очень получаем. Если это перерастает, если это переходит с детьми там или нет, потом есть такой кризис, который связан с подростками, когда они уже вырастают и обнаруживают все трещинки, которые в семье были. Вот у них есть такая способность как бы выворачивать и показывать всё. Поэтому если в семье были какие-то разногласия, какие-то, ну, какие-то такие камни подводные, то в этот период острый, когда вот ребёнок так себе бьёт, всё это ещё раз выворачиваете. И нужно что-то с этим делать. И если мы всё это проходим, и наши дети уходят, и вот это ощущение опустевшего гнезда, когда и не надо ни о ком-то заботиться, и вдруг люди остаются вместе, у кого-то это на 25-й год, у кого-то это может быть на 13-й год. Понимаете, это всё как бы двигается. Это именно как бы классификация такая в зависимости от внешних вот этих вот обстоятельств. Понятно, что каждый проживает какую-то свою историю. И люди остаются вдвоём, их уже вроде как никаких обязательств нет, и они смотрят друг на дружку, и у них вопрос. Или радость, что наконец-то мы вдвоём, или вопрос. Хорошо. И, собственно говоря, вот каждый из нас где-то тут. Может быть, в промежутках. Вы знаете, на мой взгляд, самый опасный кризис – это такой, который затягивается очень сильно. Когда мы ничего не делаем, когда нет каких-то, знаете, стрясок. Такой вот опыт был. Наверное, вы слышали, может быть, про лягушку, которую положили в холодную воду, поставили на огонь, на медленный огонь, и потихоньку вода у неё там, ну, как бы, становилась более горячей, горячей, горячей. В конце концов, короче, она там сварилась. А вторую лягушку кинули в кипящую воду, в горячую. Ну, понятно, что она выскочила, да, вот этот рефлекс. Вот. А затяжной кризис, и такой, вот знаете, именно как бы такой не очень симптоматичный, он опасен тем, что притупляется чувствительность такая, да. То есть, как бы, отношения медленно ухудшаются, как-то медленно мы этого не замечаем, и однажды приходим к тому, что, ну, как бы, особо ничего и не осталось. И, знаете, ко мне приходят обычно женщины, у которых есть симптоматика какая-то яркая. То есть муж ушёл вдруг из семьи, да. Вроде как было всё нормально. Ну, она понимала, что что-то не то, но вот что-то он ушёл. Или она узнаёт то, что есть какие-то отношения. Или вдруг её так это допекло, и была какая-то капля. Обычно есть какая-то штука такая, да, которая вот нам сигнализирует, что ну всё, ну надо что-то делать, да. Вот. И вот в этой точке, давайте мы сейчас на этой точке зафиксируемся. Так, был вопрос. Да, должны делать оба, или только один должен об этом? Вопрос философский. Спасибо. Конечно, понимаете, в чём дело? Всегда кто-то есть инициатор. Пока вы ждёте, что это его часть, пускай он сделает, а он ждёт, пока вы скажете, слушайте, ну давайте уже что-то менять. Вы так и будете, вот в этой картинке, да, замечательно. Смотрите, а тут эти женщины голову тоже поворачивают. Видите, она такая, типа, а как там, 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 что там вообще, там что-то есть какой-то, какая-то жизнь по поводу меня или нет? И вот, собственно говоря, получается так, что, вот сейчас, кажется, мы с вами переходим, как нам, а если человек не хочет понимать, что есть кризис? Отличный вопрос. Сейчас мы раз переходим к практике. Главное, чтобы вы это, посмотрите, мы с вами, я как коуч, я вот речь веду с вами, да, я работаю с вашей половиной, да, вот ваши 50%, которые могут быть и 70%, да, если вы захотите, но это ваша часть. И главное понять для самой себя, есть ли у вас кризис, для вас само есть ли кризис. Потому что изменения в семейной системе, в любой системе, начинаются с одного элемента. Обычно это как ключ и замок, да, то есть один партнер поддерживает неактивность другого, а этот видит, что тот не поддерживает и ничего не делает. Я вам сейчас предложу сделать-то такой тест. Я его сама сегодня придумала. Именно вот из практики, вот из своей зелы, я прям концентрат такой сделала для того, чтобы понять вам, дело в партнере или дело в вас. Потому что, ну, от этого зависит решение, да, какое у вас будет. А первое, значит, вопрос, который имеет смысл, значит, их три всего. Вопрос три. Первый коучинговый вопрос, на который можно себе, нужно себе, нужно себе честно ответить, это про то, счастлива ли я в отношениях. Это у нас с вами как раз сейчас был вопрос с диагностикой кризиса. Да, если вы там плюсики поставили про то, что он есть, значит, скорее всего, на первый вопрос вы отвечаете либо плюс-минус, либо минус, да. Второй вопрос. Насколько я вкладываюсь в отношения? Вот любовь – это глагол. Это не состояние, которое приходит и остаётся. Это конкретное, конкретные действия, конкретное внимание, конкретные, какие-то конкретные вещи, которые глагольные, это какие-то действия, да. И вот я говорю о том, что любовь – это глагол. И если вы любите собственного ребёнка, например, вы же не просто письма ему пишете, вы не просто думаете о нём, вы что-то делаете ради него, вы как-то проявляетесь, так, как ему нужно. И тут то же самое. Значит, и так второй вопрос. Вкладываюсь ли я в отношения? Вот так, знаете, максимально честно, посмотря на себя как бы со стороны, вот так вот, да, по 10-бальной шкале, коучинговая моя такая шкала любимая, 0-10, раз, два, три, четыре, пять, 10 баллов, да. Вот так вот честно. Можете сейчас вот это и не писать там ничего, просто это как бы вам так подумать, потому что это наши встречи, а не о том, чтобы дать им какую-то пищу к размышлению, да, как-то, может быть, перенастроить то, как вы видите. Поэтому сейчас мы не будем писать, это такая очень личная вот история. Насколько вы вкладываетесь в отношения? Правда. Вот вспомните себя как бы в том периоде, когда вы познакомились, как вы были, как вы относились, как, ну, вот этого, да, и вот то, наверное, было 10 баллов, или, может быть, вы и не на вашем пике познакомились. В общем, есть где 10 баллов, вы понимаете, какая вы можете быть в отношениях, и насколько сейчас вы в отношениях вообще вкладываетесь. Если этот балл не низкий у вас, то есть он ниже, чем половина, да, то значит вопрос все-таки в этом. Бывает такое, и я такие случаи видела, когда женщина себе объективно, да, я это вижу, там может поставить 7-8, но партнер такой попался, ну, вот как бы и не с тем, что ли, отношения. Тогда дело в партнере. Если вы вкладываетесь, понимаете, а он не отвечает или он неадекватен, ну, значит, это не он просто. Но если вы правда на самом деле по чесноку вот ответили, что да, я вкладываюсь в отношениях. И третий, последний вопрос. Вот, увидите себя со стороны, пожалуйста, да, вот какая вы женщина, как вы выглядите, как вы ведете себя в отношении него, вот вашего мужчины, как вы с ним разговариваете вообще, разговариваете ли вы с ним, интересуетесь ли вы. Ну, просто вот такая вот есть женщина, а вы как будто бы со стороны так на нее смотрите. И вот представьте себе, что вы не женщина, а мужчина. Вот влюбились ли бы вы в такую женщину, хотели бы вы с такой женщиной прожить жизнь, вот нравится она вам, вот этот посыл, понимаете, женилась ли бы я на самой себе такой, какая вот я сейчас. Вот для меня этот вопрос вообще был ключевой всегда. Я вот себя вытаскивала из каких-то сложных очень таких положений, когда я там обвиняла мужа, критиковала все-таки мы с ним, да, там 14 лет официально замужем, и 21, как я уже говорила в начале, знакомо. Ну, вот этот вот вопрос, поставьте вот сейчас, давайте на этот вопрос ответим. Вот у тех, у кого кризис, да, вот вы там поставили плюсики, вот по десятибальной шкале, пожалуйста, поставьте привлекательность себя такой, какая вы сейчас есть на самом деле, для самой себя, что вот вы бы как партнер, да, хотели бы жить с такой женщиной. Вам интересна эта женщина, да, вот она удовлетворяет ваши потребности, да, то есть вот такая вот история есть, что я бы, да, вот такая, какая я, вот такая вот с таким отношением, вот к мужчине, если бы я была мужчиной, да, я была бы счастлива. Вот этот вот ответ, он дает понимание, с чем работать. Потому что если вы, на первый вопрос, что вы несчастны, вот насколько я счастлива, вот ответили, что нет, вы вкладываетесь в отношения, да, и вы с такой собой бы, вам все нравится, вы бы хотели бы с такой прожить жизнь, значит, дело в партнере, значит, нужно уходить просто на самом деле. Но если вы говорите, что я не очень счастлива, да, я не очень вкладываюсь в отношения, и с собой такой я бы хотела бы балла на 3, там, 5, например, да, значит, это хороший повод подумать, а какой вы хотели стать для самой себя, для того, чтобы быть счастливой. Вот кризис для меня, да, и вообще для позитивной психологии, 50 на 50, ну, такая вот, такое не туда и не сюда, да. Но на самом деле, это очень хорошая возможность поработать сейчас, потому что еще пока задача, это я вот как раз про Альфирму говорю, да, лет, да, когда это еще не проблема, потому что задача имеет тенденцию переходить в проблему. Потом больше мотивации, конечно, ее решить, но потом там гораздо больше копать надо, да, вот перепахивать и менять. Так вот, дорогие мои, кризис, на самом деле, это прекрасная возможность остановиться, ответить на вот эти вот вопросы и скорректировать курс для самой себя. Как правило, вот я то, что вижу, ко мне приходят такие опустошенные, что ли, женщины, когда им плохо, когда там, ну, что-то в отношениях плохо, и когда они вот отвечают на вопрос, а была ли я счастлива последние там пару-труку лет, как правило, вот они говорят нет. Так это замечательно, понимаете? Если бы не этот кризис, если бы не вот этот факт, как бы там, там, измены ухода или ваших ощущений, вы бы так и жили вот эти годы дальше, как вот эта лягушка, которая в кастрюле варится, понимаете? На самом деле, кризис, он дает вам возможность выдохнуть, понимаете, и понять, а вообще я так живу, чтобы я вообще счастлива или нет? и начать простраивать свой образ той женщины, понимаете, с которой вы бы хотели прожить жизнь, а вы с ней будете жить, потому что вы сами у себя всегда есть. Это то, что у нас не отнять. И вот это очень важно, потому что, когда вы живете ту жизнь, про которую вы сами мечтаете, да, какая вы, понимаете, какая вы, вот когда вы про это думаете, о какой я быть хочу, и не потому, что партнеру надо мне, чтобы партнер остался, или чтобы мне нравится партнер, не в связи с партнером, понимаете, а в связи с самой собой, когда вы отвечаете честно на вопрос на этот, а мне нравится этот образ? Не очень. А чем не нравится? А что есть? Эта женщина очень серьезная, она столько работает, что давно забыла про себя, она уже и не улыбалась в 100 лет, да, то есть вы вдруг видите те вещи, с которыми вам нужно работать, и когда вы начинаете с этим работать и впускаете в свою жизнь вот это вот, ну, то, что вам нужно, да, кому-то вот открытость, кому-то уверенность впустить в свою жизнь, кому-то деньги, кому-то наоборот с работы уволиться, например, и перейти на полставки, то есть вот у всех своя какая-то история, да, но когда вы про это думаете и начинаете это делать, происходит волшебная вещь. Во-первых, вы становитесь счастливее сама по себе, это факт, потому что вы получаете то, что вам нужно, и мужчина, который вот рядом с вами, понимаете, происходит изменение элементов в системе, вы как элемент изменяетесь, и система меняется, он либо отваливается, если это и не ваш партнер, и если вас ничего уже вот это не держит, или приклеивается к вам, и тогда он уже готов меняться, он хочет меняться, ему это интересно, понимаете, но изменение начинается в вас. Возможно, приоритеты поменять нужно в целом, в отношениях. Ирина, 100%, да. Конечно, понимаете, нужно сдвинуть фокус с отношений, на саму себя, но не в эгоистическом таком, да, вот, собственно говоря, понимании, а в таком перспективном. Вы знаете, я помню, сейчас я вам скажу такую прям антитичную историю. Вот вы знаете, когда мне бывает очень, ну, бывает тоже такое, у меня были тоже очень сильные кризисы, конечно, если мы 21 год вместе, понятно, что всякое было. и у меня, например, работает такая вещь. Я, вот знаете, как бы останавливаюсь вот так вот, контрольный вопрос вот этот, что насколько я с собой довольна, насколько это я вообще, вот то, что я сейчас себе представляю, вот это я. Я, знаете, помню, однажды подхожу к зеркалу, значит, такая, у меня как раз был только ребенок маленький был, я смотрю на себя и думаю, это я вообще? Еще раз, вот это вот я, это же не я. И меня такое берет ужас, даже, знаете, глобальное, что, что же я с собой сделала? Вот я, я прям простырую свой этот образ, я стала думать, что же я хочу, и я, и все, и как бы ко мне вернулась радость, и ощущения, и там, и отношения, конечно, изменились, да, но вот этот момент, что, что я хочу для самой себя, ради самой себя, и ради отношений, да, я представляю, что как бы вот, мне не важно, партнер этот, другой, вообще вот есть я, и есть мое отношение к самой себе, как я хочу прожить эту жизнь. Вот, поэтому на самом деле, дорогие мои, кризис, это прекрасная возможность скорректировать свой курс, и стать счастливой, даже более счастливой, чем той, какой вы были перед кризисом, потому что кризис нас всегда может вывести на новый уровень, если только мы отнесемся к этому правильно, и фокус свой перестроим. Я хочу пожелать, пожалуйста, попробуйте остановиться, и увидеть этот кризис, не как катастрофу, или нечто печальное, а как период пересмотра, да, это возможность пересмотреть свою жизнь, и изменить ее в лучшую сторону. И я как ковчу могу вам дать инструменты, которые могут вам это сделать более быстро, и более комфортно. Попрощаюсь с вами до новых встреч, желаю вам от всей души порадоваться кризису, использовать его себе на благо, через вот эти волшебные вопросы. Всем пока, всем яркого дня, очень хорошее пожелание. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова